Здравствуйте! Это программа «Ресурсы». Ближайшие пять минут обзора экономических новостей. С вами Сабиба Ибусинов. Усиление кризисных явлений в мировой экономике пока не оказывает сильного давления на ситуацию на рынке труда Казахстана, передает аналитический портал RankingKZ. После замедления годовых темпов прироста численности наемных работников со второй половины 2012 до третьего квартала 2014 в течение последнего года на рынке фиксируется ускорение темпов до нынешних 3,6% в годовом исчислении. На этом фоне число рабочих мест в республике достигло максимального значения в 6,3 миллиона или 69% всего экономически активного населения страны. Прирост численности наемных работников сопровождается увеличением количества новых предприятий. На начало декабря текущего года насчитывалось почти 30 тысяч вновь созданных компаний, что на 26% больше, чем было 5 лет назад. Число активно действующих предприятий также увеличивается после стагнации в 2011-2014 годах. Количество активных компаний в 2015-м за год сразу выросло на 10%, до более чем 128 тысяч. Увеличение числа субъектов экономики требует соответствующего уровня финансирования деятельности. Однако казахстанские банки не могут удовлетворить данный спрос на фоне высокой стоимости для них кредитных ресурсов на внешних рынках. В этой ситуации основным источником кредитования бизнеса в Казахстане становятся бюджетные ресурсы. На конец первого полугодия 2015-го объем кредитов, выданных холдингом «Бетерек» корпоративным клиентам МСБ составил 955,4 миллиарда тенге, что в два раза выше объема кредитования реального сектора экономики через институты развития три года назад. В общем объеме корпоративного кредитования в Казахстане доля участия холдинга «Бетерек» выросла с 7% в 2012 году до нынешних 14%. Национальная компания «Казмунайгаз» оптимизировала 359,7 миллиарда тенге в 2015 году. Об этом финансовому журналу ЛС сообщил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплаты труда структурой Серик Абденов. В частности, в 2015 году компания сократила 201,9 миллиарда тенге операционных и 157,8 миллиарда тенге капитальных расходов. Подобное решение принято для снижения отрицательного влияния ситуации на нефтяном рынке. По словам Абденова, в КМГ также планируют перевод непрофильных видов деятельности на аутсорсинг с обязательным условием занятости выводимого персонала. Так, в среднесрочной перспективе на аутсорсинг отправят около 1100 работников. В целом, компания не намерена сокращать работников, но и прием новых сотрудников остановлен. В этих целях решением правления с января 2015 года по отдельным компаниям КМГ объявлен мораторий на прием новых работников со стороны. С его начала сокращено 420 вакансий. Их восполнение по востребованным профессиям обеспечивается за счет перераспределения персонала путем обучения и перевода с неквалификационных и невостребованных профессий на более квалифицированные как внутри предприятия, так и по группе компаний. Казмунайгаз заключил он. Азербайджан перешел на плавающий курс национальной валюты. Причиной этого решения стала девальвация валют стран-партнеров. После этого официальный курс доллара вырос на 47%. Об этом сообщает агентство Азеры Пресс со ссылкой на заявление Центрального банка страны. Согласно этому решению, курс Моната будет формироваться главным образом в соответствии с фундаментальными факторами, определяющими соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Участие Центрального банка Азербайджана на валютном рынке будет осуществляться в соответствии с данным режимом, заявили в банке. В Центральном банке пояснили, что это решение обусловлено избытком предложения на рынке энергоносителей и ослаблением экономического роста в странах, являющихся основными потребителями нефти. Все эти процессы, пояснили в банке, оказали влияние на экономику Азербайджана, которая находится в процессе интеграции в глобальную экономику. Текущий уровень стоимости нефти является слишком низким, что негативно сказывается на производителях, заявил министр нефти Ирака Адель Абдул Махди в ходе конференции арабских стран-производителей нефти, проходящей в Каире. Он выразил надежду на то, что цены на нефть уже достигли своих минимумов. Нет сомнений в том, что цены на нефть поднимутся, текущий уровень является слишком низким, и это негативно сказывается на производителях. Я думаю, экономические основы рынка по-прежнему являются сильными. Очевидно, что цены вырастут. Вопрос в том, когда это произойдет, заявил Адель Абдул Махди. Это была последняя информация выпуска. Наши программы доступны на официальном сайте телеканала 24КЗ. Следите за новостями и всего доброго.